Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Королева Елизавета II скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Она правила дольше всех в британской истории. Она родилась в одном мире и умерла в другом. Нелегко сохранять достоинства, живя на виду публики. Большинство из нас не продержалось бы и дня. Королева Елизавета делала это более 70 лет. «Я хочу попросить всех вас», — писала она незадолго до своей коронации в 53-м. «Какой бы ни была ваша религия, помолитесь за меня. Помолитесь, чтобы Бог дал мне мудрость и силу для выполнения торжественных обещаний, которые я дам. И чтобы я могла верно служить Ему и вам каждый день в моей жизни». По большей части именно так и было, и это было немалым достижением, учитывая период, в котором она жила. Когда Елизавета была коронована, Эдмунд Хиллари, британский подданный из Новой Зеландии, пчеловод, стал первым человеком, поднявшимся на Эверест. В то время это достижение оказалось символическим. Великобритания на вершине мира. Но на самом деле с Британией уже было покончено. Знали об этом британцы или нет? По сей день Британия утверждает, что выиграла обе мировые войны, но вместе с этим они навсегда уничтожили страну. После победы пришло унижение. Империя испарилась, а вместе с ней и уверенность Британии, и в конечном счете ее самоуважение. Сейчас трудно поверить, но Британия не всегда была региональным банковским центром и лагерем беженцев. Это было место с настоящей историей, языком, культурой и действительно достойными людьми. Страна в Северной Атлантике размером с Алабаму, которая каким-то образом захватила мир и правила им с достоинством, не имеющим себе равных в истории человечества. Британская империя не была идеальной, но она была гораздо более гуманной, чем любая другая. Ее уже нет, едва ли кто помнит о ней. Королева Елизавета была последней живой связью с настоящей Великой Британией. Как обычно, упыри в соцсетях праздновали ее смерть. «Пусть ее боль будет мучительной», — написала профессор университета Карнеги Меллана Уджу Аня в Твиттере. «Пусть она умрет в вагонии». Разные неучи в СМИ, в том числе обозреватель The Atlantic и пара сотрудников NBC поддержали эту мысль. Британская империя была злом, писали о ней, очевидно, совершенно не подозревая о том, что было после нее. Кстати, что было после Британской империи? Как, например, жила Африка после ухода британцев? Посмотрим. Уганда получила идиамина, который был каннибалом. Родезия стала Зимбабве, а затем стала самой бедной страной на планете при сумасшедшем расисте Роберте Мугабе. Сегодня Южную Африку добивает некомпетентный клептократ по имени Сирил Ромофоса. Трудно рассматривать это как улучшение, потому что это не улучшение, извините, Atlantic Magazine. И теперь, конечно же, у всего африканского континента новый хозяин — Китай. Китай — последняя колониальная держава, доминирующая в Африке. Его подданные скоро будут тосковать по британцам, если уже не тоскуют. В идеальном мире не было бы империй, только суверенные нации, но у нас нет такого мира и никогда не было. Начиная, по крайней мере, с ассирийцев за 1400 лет до Рождества Христова. В реальном мире, в котором мы живем, сильные страны доминируют над слабыми. И, похоже, эта тенденция не изменится. Самое меньшее, что можно сказать об англичанах, это то, что они серьезно относились к своим колониальным обязанностям. Они не просто брали, они давали тоже. Когда спустя 20 лет США ушли из Афганистана, мы оставили после себя взлетные полосы, контейнеры и оружие. Когда британцы ушли из Индии, они оставили после себя целую цивилизацию, язык, правовую систему, школы, церкви и общественные здания, которые все еще используются сегодня. Вот, например, вокзал, построенный англичанами в Бомбее. Ничего подобного нет в Вашингтоне, тем более в Кабуле или Багдаде. Сегодня Индия гораздо более могущественная страна, чем ее бывшая метрополия, Великобритания. И все же, за 75 лет независимости, построила ли Индия хотя бы одно здание, столь же красивое, как вокзал в Бомбее? Нет, к сожалению, нет. Ни одного. Так что, несмотря на заявления в Твиттере, британская империя значит больше, чем просто геноцид. Британцы не занимались геноцидом, за исключением, возможно, голландцев в Англобургской войне. Британцы дали миру великую хартию вольностей, хабиас корпус и свободу слова. Они положили конец работорговле, а также ритуальным убийствам вдов в Индии. Британская империя распространила протестантизм по всему миру. Она создала величайшую литературу и лучшие промышленные товары, когда-либо производившиеся на планете, в том числе сейчас. Это было впечатляющее место, управляемое впечатляющими людьми. Мы увидим много империй в будущем, но мы никогда не увидим такой же плодотворной. Это правда. И поскольку это правда, люди, которые хотели бы управлять миром гораздо жестче, стремятся скрыть ее от вас. И поэтому они уничтожают улики. Вот они сносят памятник британскому филантропу в Великобритании два года назад. Уничтожьте статую! Сотрите память. Вот почему они это делают. Оклевещите правителя! Дискредитируйте весь период его правления. Именно поэтому они нападают на королеву Елизавету. Не потому что она была плохим человеком. Она не была плохим человеком. А потому что она жила в лучшее время. Дискредитирую. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok